Всем привет! Я сегодня не одна, со мной сегодня Фанда, и мы с вами снова поговорим о том, как же делать чуточку, но меньше мусора, и как как-то оптимизировать все свои уже возможно имеющиеся вещи под то, что можно сделать из них что-то новое, что-то для вас сейчас более нужное. Я думаю, вы уже знаете про шопперы, я думаю, это не первое видео, которое вы смотрите, я думаю, вы знаете про бутылочки с собой, которые вы носите, я надеюсь. Я думаю, вы уже знаете про кип-кап 100%, которым можно налить свой кофе, чтобы не брать пластиковый стаканчик, которых в мире просто так много, мне кажется, выкинуты, что уже грех не брать с собой кип-кап. Также я думаю, вы знаете про свои мешочки, в которые можно брать продукты и вообще, в принципе, какие-то вещи. И даже, думаю, вы уже знаете про металлические трубочки, которые вы также можете использовать для ваших кофейных или любых других напитков. Но что же дальше, что же мы еще можем сделать с тем, что мусора вокруг нас слишком много и мы все равно имеем его и постоянно его выкидываем. Даже несмотря на то, что многие уже занялись переработкой мусора и тем, что они его сортируют, мусора все равно остается много. Так что мы можем сделать с тем, чтобы его стало, опять же, хоть чуть-чуть, но меньше? Такие шаги еще следует предпринять с тем, что мы снова пойдем в магазин, снова купим новые вещи и, скорее всего, снова в пластике. Первое, и для кого, наверное, не секрет эта вещь, это анализируйте то, что вы выкидываете. Когда я все это начинала, особенно когда я начинала разбирать свой мусор, я поняла, что в моем мусорном внутри слишком много тетропайков и слишком много контейнеров из-под творога. И, знаете, мне настолько надоело это все мыть каждый раз, что я решила, пошло оно все, и я даже не стала покупать больше этот творог, и, наверное, отчасти поэтому я отказалась от какой-то молочки, которая была в моей жизни в виде творога, потому что мне просто не хотелось мыть эту дурацкую тару, в которой мне приходилось ее покупать. Мне это очень не нравилось, тетропайки те же, мне кажется, я сейчас просто перестала покупать какое-либо видео, потому что одно время я, опять же, покупала очень много кефира, но потом мне настолько надоело каждый день мыть этот тетропайк, что я такая, да господи, переживу я без кефира, у меня есть вода, после которой не нужно мне мыть мою тару. И я такая, ну все, с этим мы покончили. Поэтому первое, что вам следует сделать, это проанализируйте, чем же забито ваше мусорное ведро. Возможно, у вас там лежит очень много упаковки из овощей и фруктов, которые вы покупаете в них, хотя, возможно, вы берете их в свои мешочки, и в этом плане у вас нет проблем. Возможно, ваше мусорное ведро забито какими-то чеками, бумагами и так далее. Опять же, тут следует задуматься о том, что можно это все откладывать и сдавать на макулатуру. Поэтому подумайте, чем забит, точнее, не подумайте даже, а посмотрите, чем забит ваш мусорный ящик, мусорное ведро. И, не знаю, если хотите, можете даже поделиться этим в комментариях, чего же больше в вашем мусорном ведре. Правда, очень интересно, какими продуктами, от каких продуктов, точнее, вам еще тяжело отказаться. Сейчас я хочу назвать целый спектр, наверное, продуктов, от которых мы можем уже сейчас либо отказаться, либо их минимализировать, либо же найти им какую-то альтернативу. Поэтому, погнали! Первое, это полиэтиленовые пакеты. Очень надеюсь, что у вас их уже нет, потому что даже я могу сказать про себя, что да, они у меня есть. Да, я их еще не выкинула, ну, их выкидывать не надо. Лучше сдать на переработку, я их не взяла на переработку только потому, что у меня рядом есть магазин, в котором мне разрешают брать мои мешочки с собой. К сожалению, но это так, и я таскаю одни и те же мешочки. У меня есть четыре салфановых пакетика, дурацкие, мне не так раздражают. Я каждый раз их несу туда и думаю, блин. Но что поделать, там дешевые цены и иногда, к сожалению, приходится чем-то жертвовать. Но в любом случае, когда они придут в неугодность, я вырежу ту область, которая с этикеточками, и затем сдам его на переработку. Но если у вас в магазине все в с этим порядке, то, пожалуй, доберите свои мешочки с собой, потому что они есть шикарные, и я думаю, вы сможете найти на свой вкус и делать покупки с удовольствием. Упаковка. Опять же, сейчас очень многие гипермаркеты, супермаркеты и даже магазинчики, которые находятся рядом с нами, упаковывают свои овощи и фрукты в упаковку. Они делают это для удобства, понятное дело, но так как мы с вами все-таки следим за тем, чтобы у нас было чуточку меньше мусора, и подаем своим примерам пример другим людям, то я советую всем, конечно же, брать овощи и фрукты на разве, тем более-то зачастую и дешевле. Пластиковую бутылку пора уж заменить на многоразовую, это намного более удобно, плюс не забывайте о том, что пластик все-таки выделяет газы в еду, в напитки и так далее, и вы этот микропластик потребляете, и будьте верны, ничего хорошего из этого не выходит, поэтому своя многоразовая бутылка будет самым прекрасным вариантом. Тем более, сейчас, опять же, можно найти столько классных вариантов, и вы действительно сможете этим наслаждаться, доставая свою бутылку. Меня, на самом деле, привлекают люди, ходящие так с своей бутылочкой, это очень прикольно, и, кстати, сейчас во многих кофейнях, магазинах и так далее, можно даже набрать в воду свою бутылку, что тоже огромное преувеличенное. Ватные палочки, да-да-да, 16 тонн в год, их просто прогибает, я бы сказала, на наших полигонах, которые сейчас просто кишат в России, это очень страшно, и, к сожалению, если мы сейчас не начнем делать какие-то шаги, власть наша тоже не сможет с нашим огромным потреблением справиться. Ну, не сказать, что она особо и хочет, но, в общем, мы должны тоже что-то делать, мне кажется. Как раз такие ватные палочки, вот это ее основание, оно пластиковое, и сейчас достаточно много стало именно либо с бумажным, либо с бамбуковым основанием, поэтому присмотритесь к ним, я уверена, вы сможете найти что-то для себя. Если вы живете в Петербурге и ищите такие ватные палочки, то можно их посмотреть именно в веганских магазинах. У меня, если что, есть видео про веганские магазины в Питере, и там почти во всех они есть. Точно знаю в веган-бункере, прям видела, почти всегда они там есть, то есть некоторых могут отсутствовать, но, опять же, можно написать им в Интеграм, спросить, ребят, у вас есть ватные палочки? И они такие, вам да, есть, я такая, бегу, ну, в общем, вы понимаете, к чему я говорю. И также есть вариант мимикаки. Это палочка, тоже она какушная, считается, тоже многоразовая, ее просто нужно будет протирать, и все. Я, к сожалению, такую не могу еще найти у нас здесь в Питере, пожалуйста, скажите мне, если вы где-то видели, потому что я особо, конечно, поиском не занималась, но где бы я ни спрашивала, там пока что нет, к сожалению. Поэтому, если у вас есть адресок, то, пожалуйста, пишите мне в комментарии, я буду очень рада найти мимикаки и пробовать их. Следующая вещь это одноразовая посуда. Да, сезон пикников приходит, я все понимаю, но взять с собой свою домашнюю из дома, мне кажется, намного более приятно. Взять с собой, например, одноразовые предметы, как вилка-ложка. Я, кстати, всегда с собой ложку таскаю, где бы я ни была, их путешествия, и тут мало ли мне захочется йогурт, мало ли мне захочется, не знаю, мороженое или еще что-то, я всегда могу взять свою ложку, и мне будет намного удобнее. Кстати, недавно я нашла видео у Гурнепис на их канале, я ссылку тоже оставлю в описании, обязательно посмотрите, и там у них есть видео «Победа Европы над пластиком», и там в этом видео говорится, что в 2021 году пластика уже не будет в Европе, по крайней мере, не будет именно одноразовой посуды, чему я очень-очень рада. В Европе исчезнет одноразовый пластик к 2021 году. Такой законопроект финально одобрил Европарламент. И недавно читала статью про то, что в Швеции настолько мало мусора, что они готовы брать его из других стран, чтобы перерабатывать. Ну, во-первых, как помощь, и во-вторых, когда ты перерабатываешь мусор, ты опять же делаешь что-то из него, и это экономит часть производства, так скажем. И я очень рада такой осознанности в Швеции, и сейчас я очень хочу туда поехать, чтобы это всё увидеть, потому что, как говорилось в этой статье, там даже маленький ребёнок знает, куда положить свой фантик. По поводу стаканчика я уже сказала, не забывайте брать свой кип-кап, и они сейчас на самом деле очень лёгкие стали, чему я очень рада. То есть вы можете взять какой-то вот такой небольшой формат 300 мл, и плюс в них делают скидку, что тоже огромный плюс. Влажные салфетки. Ребят, пожалуйста, не надо использовать влажные салфетки. По крайней мере, делать это минимальное количество раз, если уж приходится. Лучше просто помыть руки с мылом, если есть такая возможность. И ещё одно такое пожелание. Пожалуйста, никогда не выкидывайте влажные салфетки в унитаз. Это очень-очень-очень-очень плохо. Пожалуйста, не делайте этого. Пластиковые трубочки. Прекратите их уже брать в своих любимых кофейнях. Ребят, кофе можно пить и без трубочки, он прекрасно пьётся, и он такой же вкусный. И тем более можно брать с собой вот такую вот металлическую. Она очень лёгкая, и, блин, ну она шикарно выглядит, согласитесь, как такое можно не взять с собой. И бахилы. Сейчас лето, и сейчас больницы их, к счастью, по-моему, не раздают. По-моему, их раздают только зимой. Хотя я могу ошибаться, я в больнице не так часто бываю, поэтому, не знаю, поделитесь своим опытом. Делайте свои бахилы или купите уже многоразовые. Я, кстати, очень хочу сделать видео. Мне через пару дней придёт машинка шейная. Я очень хочу сделать свои ватные диски, свои бахилы на всякий случай, чтобы с собой брать, чтобы не пользоваться их бахилами. Хотя где-то бахилы перерабатывают и делают из них лавочки. Ребята, умные люди, а мы просто всё выкидываем. И я как раз-таки хочу сделать какие-то хендмейд. Если хотите, я с радостью бы сделала видео, но именно с использованием машинки. Не знаю, насколько у меня будет получаться, и кто не знал, я вообще-то раньше шила. Вот, ну это так, маленькая ремаркочка. Короче, будем пробовать, с вами хорошо. И если хотите, такое видео, чтобы я с хендмейдила эти штучки, которые продаются в магазинах, и зачастую они очень дорогие. Поэтому мы можем с вами что-то с этим придумать. Пишите, если хотите. Чеки и билеты в транспорт. Ребят, пришло время завести проездной. И я не говорю сейчас о том моменте, когда вы куда-то едете и путешествуете. Понятное дело, скорее всего, вы там будете покупать именно одноразовые билетики. Ну и если в вашем городе есть проездной, то, ребят, пользуйтесь. Намного удобнее и выгоднее. Пришло время заменить бумажные полотенца тканевыми. Это намного более приятнее, более удобно. И я думаю, вы тоже в них влюбитесь. И, собственно, если они у вас будут очень-очень классными. Что делать, если чего-то очень сильно хочется? Ну, во-первых, когда вы увидели какую-то, например, вещь, будь то одежда, что-то из техники и так далее, она вам очень сильно понравилась. Переспите с мыслью о том, нужна ли она вам. На самом деле ли она вам нужна. И второй вопрос, который следует себе, мне кажется, задать, это есть ли у меня какая-то альтернатива. Есть ли что-то, что выполняет те же функции и может ее, в принципе, заменить. Потому что, возможно, вам просто хочется какой-то аналогичной вещи, которая, по сути, просто будет загромождать, опять же, ваше пространство и просто станет еще одной вещью, например, в вашем карьерове. Еще один момент, который хочется сказать. Не будьте спрашивать у друзей, нет ли у них этого. Чаще всего мне это помогает в книгах, когда мне хочется почитать именно не электронный формат, а формат бумажной книги. Но я не хочу его покупать. Во-первых, это дорого. Во-вторых, это абсолютно не экологично. В-третьих, это не мой любимый формат покупать новую книгу. Да, она будет вкусно пахнуть, но, ребят, как бы, покупать книгу ради того, чтобы она вкусно пахла, ну, как-то немножко нелогично, мне кажется. Поэтому я начинаю писать своим друзьям, которые у меня тут живут, которые, возможно, тоже либо читать, или делаю какую-то сторис в Инстаграме с тем, что, ребят, нет ли у вас такой-то книги, не можете ли вы мне дать ее, например, на месяц, чтобы я ее прочитала, и затем вы ее возвращаете. Или также в таком, если, например, вы хотите книгу, то запишитесь в библиотеку. И тогда все книги этой библиотеки будут в вашем распоряжении. Их, я думаю, это тоже отличный вариант. И сэкономить свой бюджет, и также прочитать много книг. Не забывайте о том, что есть такие сервисы, как Авито, Дарудар и также Секонды. Опять же, можно очень клево сэкономить, купить хорошую вещь, которая очень давно и хорошо, бесперебойно на самом деле служит. Я думала о покупке диспойзера для того, чтобы перерабатывать отходы, и как раз таки я смотрела их на Авито. Я пока что его не купила, но пока что присматриваюсь, потому что идея мне очень нравится. Но из-за того, что мы живем, опять же, в съемной квартире, это не всегда, наверное, логично делать. Но, тем не менее, обратите в первую очередь внимание как раз таки на Авито. Прекрасный сайт, на котором можно купить огромное количество вещей. Если все-таки очень сильно что-то хотите, то выбирайте местное производство. Во-первых, поддержите местных индивидуальных предпринимателей. Во-вторых, не будете переплачивать, опять же, за то, что был произведен импорт. Поэтому это тоже отличный вариант, не забывайте о нем. И если же вы все-таки очень хотите эту вещь, какой бы это предмет, ненавидишь гардеробе или книга это ни были, спросите себя, сможете ли вы его использовать повторно и насколько много раз. Насколько много ресурсов было потрачено на его производство, и насколько вы сможете их, так скажем, управдать. Опять же, это все, вот эти все пункты, они говорят о том, что ваше потребление будет намного более осознанным, и лишние вещи не будут просто появляться у вас дома. И еще одна важная вещь, которую я хочу сказать, которую я хочу донести, это не ругайте себя. Не ругайте себя за то, что вы взяли что-то в пластиковом багете, за то, что вы взяли, например, воду в пластиковой бутылке. Не ругайте себя. Пожалуйста, не ругайте. Если вы делаете даже какой-то небольшой шаг, это уже шаг вперед. И если вы понимаете, что, например, да, я сейчас понимаю, что мне необходимо купить, например, эту воду в пластиковой бутылке, то окей, я ее возьму с собой, и я ее сдам на переработку. Пожалуйста, относитесь к себе очень по-доброму, изучайте больше информации, потому что большее количество информации дает вам большее количество уверенности в том, что вы делаете. И я, кстати, ранее упоминала о канале Greenpeace, обязательно на него зайдите, там, правда, очень много очень интересных, очень полезных роликов, которые мало того, что просто говорят, а действительно показывают и рассказывают, как же применять, на первый взгляд, иногда очень тяжелые вещи, такие, как переработка мусора, они рассказывают, например, о червях, которые перерабатывают ваш компост. И на первый взгляд, опять же, это может показаться очень страшным, очень диковинным, очень необычным. Почему мы возвращаемся к старым временам? Они рассказывают информацию, это в полном объеме, в котором это возможно, и дают какие-то действительно дельные советы. Поэтому обязательно заходите, ссылку на видео «Победа Европы над пластиком» я оставлю в описании, и также оставлю в описании петицию, которая мне, опять же, очень понравилась и стала очень близка, так скажем, моему сердцу. Петиция на тему того, чтобы продуктовые магазины производили намного меньше пластика, чем они делают сейчас, потому что откуда мы несем пластик? Мы несем его из магазина. Вы тоже можете ее подписать и поддержать этот проект. Я была рада сегодня рассказать вам о том, как делать чуть меньше мусора. Держите меня в курсе, что у вас мусор на медре, какие видео вы еще хотите на данную тематику, тематику Zero Waste и меньшего употребления. Также обязательно ждите про гигиену видео, про то, как это все сделать. Также я очень хочу сделать видео тоже «Handmade средства для уборки дома». Я думаю, это тоже будет, опять же, интересно тем, кто, во-первых, не хочет тратить огромное количество времени, сил и денег на эту дурацкую хипнию, которая ни к чему хорошему не приведет. Хочет делать какие-то легкие средства, которые будут все очищать и будут абсолютно безопасны для вашего организма. Спасибо опять еще разочек, что были со мной. Поддержите меня пальцем вверх, подписывайтесь на мой канал, на первый и второй. Я буду очень рада вас и тут, и там видеть. Подписывайтесь на мой инстаграм, следите. И увидимся с вами очень скоро. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»